Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Сегодня у нас уже 5 октября 2023 года. Сегодняшний день войдет как день очередного страшного военного преступления российских оккупантов на украинской земле. В 13.25 по киевскому времени российской ракетой предположительно Искандер был нанесен удар по силу Гроза Харьковской области. На данный момент известно уже о 51 погибшем, среди которых ребенок 2017 года рождения. Срока давности и прощения за подобные военные преступления не бывает. Тем более, что все погибшие, все гражданские, среди них нет военных. И погибла практически шестая часть села. В каждом дворе в этом селе сейчас есть погибшие, которые оплакивают их близкие и их родные. Это безусловно сегодня главная новость. Это самое крупное военное преступление российской военщины в 2023 году. И самое большое количество одновременно погибших на территории Харьковской области, где будет объявлен траур трехдневный с 6 по 8 сентября. Подробности этой ужасающей трагедии далее обсудим в нашем сегодняшнем видеообзоре. Также поговорим сегодня о том, что Европейский Союз не в состоянии заменить поддержку США. Украине об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Украина поразила на территории Российской Федерации второй за месяц российский комплекс ПВО С-400 «Триумф». Великобритания обвинила Россию в намерении заминировать морской коридор, через который вывозится украинское зерно. В рамках мобилизации на территории Российской Федерации создали сразу 120 новых военных частей. Это только часть исследования Conflict Intelligence Team, а российская соцсеть ВКонтакте продолжает блокировать и скрывать посты с требованием вернуть мобилизованных домой. Но начнем мы, друзья, с трагедии, которая сегодня шокировала не только Украину, но и на первых полосах всех мировых СМИ. Около 13.25 по киевскому времени российские военные, предположительно, ракета «Искандер» нанесли удар по селу Гроза Купинского района Харьковской области. Попадание в гражданский объект, сельское, кафе, магазин. Известно, что в этот момент там проходили поминки и поминали погибшего жителя этого села. Все были гражданские, там не было военных. Ракета попала точно в это кафе. Предполагается, что наводил ее кто-то из местных жителей. Возможно, они предполагали, что на этих поминках будут присутствовать украинские военнослужащие, но их там не было. 51 погибший на данный момент. Сообщается также о семи тяжелораненых. Среди погибших один ребенок. Ранее Гроза в 2022 году была оккупирована российскими войсками. Была освобождена в ходе Харьковского наступления украинской армии. И эта трагедия, это военное преступление стало самым крупным по количеству одновременно погибших в 2023 году. И оно является рекордным одновременно количеством погибших для Харьковской области. До этого самым большим количеством жертв был обстрел гражданской автоколоны под Купинском. Также российскими оккупантами. 25 сентября 2022 года они бежали из зоны боевых действий. Гражданские пытались спастись и попали в засаду российской ДРГ. Тогда российские военные убили 24-х одного гражданского, в числе которых в том числе и дети. Известно о том, что на территории этого магазина-кафе, по которому был нанесен ракетный удар, находились местные жители. Всего около 60 человек. Известно также о том, что в селе проживали 330 жителей. Поэтому из каждого двора, из каждой семьи минимум есть на данный момент один погибший. Президент Украины Владимир Зеленский первым сообщил об этой трагедии. Несколько часов длились разборы завалов. И вот уже ближе к вечеру стало известно о том, что полностью уже завалы, прошу прощения, расчищены. Опознаны уже 35 человек. Фрагменты других будут опознаваться по анализу ДНК. Поскольку фотографии и видео ужасающие этой трагедии показывают, что удар наносился целенаправленно. И радость в российских информационных ресурсах, телеграм-каналах по поводу гибели украинских мирных и гражданских не оставляется мнение в том, что это преступление было намеренным. Оно было намеренным и никакого сочувствия, никакого раскаяния российские оккупанты из-за этого совершенно не испытывают. Причем это преступление ничем не было мотивировано. На данный момент на территории Купинского района идут тяжелые боевые действия. Но тем не менее, нанесить удар по гражданскому объекту заведомо, где не было военных, не было военной техники, является целенаправленной кампанией по запугиванию украинцев. Террор у местного населения, чего не было достаточно давно. Но Россия сегодня своим военным преступлением в очередной раз напомнила о звериной, антигуманно-античеловеческой сущности собственного режима. И, к сожалению, большинство части их населения, которое, кстати, продолжает мобилизовать. И конфликт интеллиженс тим установила, что в рамках мобилизации в России создали более 120 новых воинских частей. При этом треть мобилизованных отправили в кадровые части для восполнения боевых потерь. В исследовании, которое провели аналитики конфликт интеллиженс тим, журналисты и аналитики исследовали, как мобилизованные распределялись по воинским частям и через какое время они оказывались на фронте в Украине. Чаще всего их отправляли для восполнения боевых потерь в боевые части. Кроме того, сообщается, что нехватка кадров в российских военных подразделениях, действующих в Украине, составляет от 55 до 70 тысяч человек. Из 300 тысяч мобилизованных для восполнения личного состава кадровых частей будут направлены как минимум 90 тысяч человек. Сегодня Путин, кстати, назвал цифру 335 тысяч, он завел, якобы были подписаны контрактами российскими гражданами с российскими вооруженными силами. При этом мобилизованных очень часто набирали в те части, которые несли самые большие потери, в частности, воздушно-десантные войска и морскую пехоту. Никакого специального или профессионального отбора не проводили, наполнение элитных частей проводилось по тому же принципу, что и наполнение обычных частей. Значительная часть новобранцев попали на фронт всего лишь через 2 недели после прохождения обучения. Их перебросили, в частности, в район Сватово-Кременная, в часть 20-й общевой войсковой армии, 11-й армейского корпуса и 1-й танковой армии. И 200 тысяч российских мобилизованных были распределены по новым частям. Всего было установлено 123 новые воинские части, которые были созданы. В первую очередь, это отдельные мотострелковые части, инженерно-саперные, танковые полки, 7 артиллерийских полков и 11 артиллерийских дивизионов. Также создаются отдельные виды запасных резервных батальонов. Они создаются для закрытия дыр в тылу и для вывода на первую линию после того, когда части первой линии понесут основные потери. Тем временем, Европейский Союз заявил о том, что он окажется не в состоянии пополнить поддержку США, в случае, если такова исчезнет. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он заявил о том, что Соединенные Штаты должны сами пересмотреть решения относительно помощи Украине, поскольку Евросоюз не в состоянии заменить эту поддержку. Украина нуждается в поддержке ЕЗА, заявил Боррель. И мы уверены, что будем иметь ее, и мы повысим ее. А также Украина нуждается и в помощи США. Чтобы Путин выиграл эту войну, он должен искать пути, чтобы США пересмотрели этот вопрос. И он боится, что если этого не произойдет, не будет продолжена поддержка Украины. Это будет означать, по сути, победу путинского преступного режима. Для этой цели Европейские союзы США сейчас ищут возможности конфискации и передачи Украине 300 миллиардов российских активов. Точнее, эти средства уже найдены, не заморожены. Их физически нужно юридически корректно передать. Именно этим сейчас занимаются наши американские и европейские союзники. Надо понимать, что если задача не решена была в течение более чем полутора лет с момента вторжения, значит она была действительно сложной. Но, по всей видимости, решение уже не за горами. Решение будет найдено в ближайшее время. Украина делает все для того, чтобы дать союзникам еще больше козырей, поддерживать ее. Уже второй за месяц российский комплекс «Триумф» был уничтожен на территории Белгородской области непосредственно от областного центра. Белгород стал известно о том, что он был уничтожен дронами службы безопасности Украины в ночь на 4 октября. Стоимость такого комплекса всего ни одной пусковой установки свыше 1 миллиарда долларов. Но сама пусковая установка, безусловно, стоит существенно ниже. Великобритания обвиняет Россию в подготовке заминирования морского коридора, по которому вывозят зерно из Украины. И Великобритания заявила о том, что Россия может продолжить атаковать гражданское судоходство в Черном море. В том числе устанавливая морские мины на подходы к украинским портам. Из-за того, что Россия была вынуждена вывести значительную часть своих кораблей. В частности, фрегаты Эссен и Макаров, они были выведены в Новороссийск. Часть была выведена в Феодосию. Россия не имеет возможности своими кораблями подавлять эти самые торговые караваны. Они перешли на тактику более дешевую минирования этих самых морских коридоров. Наконец, сеть ВКонтакте уличили в том, что она прячет, блокирует посты с требованием вернуть российских мобиков домой. В частности, публикации остаются доступными с включенными VPN, но без него российские пользователи их не видят. Соцсеть активно блокирует любые посты, которые касаются хэштега вернем ребят, ротация, мобилизованная пора домой. Что свидетельствует, на самом деле, о серьезнейшей проблеме сейчас. Общей деморализации российских военнослужащих спустя год после начала массовой мобилизации и новое пополнение, скорее всего, эту задачу, в любом случае, для российской армии не решает. Путин сегодня сделал много громких заявлений, которые я разберу в отдельном видео. Поговорим также о ситуации вокруг Армении и Азербайджана, которая продолжает развиваться очень динамично. События там происходят с стремительной быстротой. Обо всем этом, друзья, поговорим в отдельное видео. Спасибо за просмотр вам. Подписывайтесь обязательно на канал. Лайкайте, шефте, комментируйте эту трансляцию. Берегите себя, друзья. Слава ЗСУ, слава Украине, слава главкому варю и залужному. С вами был капитан украинской армии Тарас Березовец. Спокойного вам вечера. До новых встреч. Пока-пока.